У меня растет дочка, ей 4 года сейчас. Она с полутора лет отрицает, что ее зовут София. А ее так зовут, в общем-то. И она абсолютно категорично к этому относится. Я не Соня, я не София. Дело не в имени, потому что любые другие имена она может называть. Каждый день новая, как правило, эта история. Она помнит свою прошлую жизнь в мужском теле. Вот мне говорили об этом. Но у нее очень много особенностей с рождения. У нее сильная память о прошлой жизни. Вы ее спросите, она вам расскажет, кто она. Спросите ее, запишите это обязательно. Ей это понадобится в жизни потом. Она не говорит сейчас ничего. Я задавала ей вопрос. Однажды она просто сказала, что мама, когда я была большой, я это уже делала. Когда была такая же высокая, как ты, я почему-то научить пыталась. В саду именно, в природе мы с ней общались, в огороде. Я говорю, ты делала вот так. Она говорит, мама, когда была как ты, я это уже делала. Это единственное, что меня натолкнуло на эту мысль. Но вот сейчас у нее сложности с этим. Ей не нравится, потому что мы так называем. Мы не знаем, как называть ее в семье. То есть она иногда просто игнорирует, когда мы ее зовем по имени. Потому что она устает уже объяснять, что она не Соня, в общем-то. Она говорит, что Соня на облаке сейчас. И что она никогда не вернется. Она в странности делает какие-то необычные. Просто... Нет. Таких вот очередных странностей. Ну, она, когда маленькая была, когда родилась, она никогда практически не улыбалась и не смеялась. Она была очень серьезным ребенком. Она не исследовала, как другие дети, там, папка, на грязи. Она, просто сидела у меня на руках круглыми сутками внимательно слушала все, что я говорю и объясняю. Это был ее способ. Она с рук сошла только в год наверх. Она пугливый ребенок. Она очень чувствительный ребенок. Она все очень сильно переживает. Она, когда слышит грустную музыку, она плачет. Она может плакать просто так. Она не любит, когда ее жалеют. Она не любит, когда ее хвалят. То есть если она поранится, она просто молча. Это терпит. Она не дает ни посмотреть, ни помочь ей чем-то. Это все иногда немножечко выравнивается. Назовите ее по-другому. Да, те другие. Да. У меня есть какие-то ассоциации с этим именем, с прошлой жизнью. Причем, похоже, вы попали прямо в десятку. Ну, то есть, была какая-то потеря у нее в прошлой жизни. Видно, а так вот звали человека. Но иногда, дважды было так, когда она могла спросить у меня, мама, как тебе больше нравится Софушка или София? Ну, вот у нее были какие-то рассуждения на эту тему. Назовите по-другому. Попробуйте. А подскажите, как правильно сделать выбор имени? Я не знаю. Ваш выбор. Судьба выбирает. У нее спросите, да. Ну, она скажет, она скажет, да, уже. И тогда зазовите, как она скажет. То кони, то котик, то собачка, то он, ну, в общем-то. Нормально. Мне все нравится, кроме с вами. С вами решите, да. Спасибо вам.